Это была прекрасная песня. Господи, мы слушаем Твое Слово, и Ты – Хранитель наших сердец. Мы чувствуем Святым Духом сегодня притяжение нашего призыва и нашего замысла, как посланников надежды и любви. Помести это в наши сердца, очень глубоко, потому что так много страдающих людей среди нас в этом мире. Есть люди, которые никак иначе не могут быть исцелены, кроме как Тобою, Иисус Христос. Есть люди, не имеющие ответа, кроме того, что Бог явит им Себя. Вот что мы видим, во что мы верим и как мы живем. Благослови тружеников на полях и здесь, дома. Пусть проповедь громко и ясно разносится о том, что есть исцеление в нашем Боге. Наш Бог – великий врач, советник, путь. Наш Бог действительно заботится о людях. Это реальный ответ на наши немощи, наши болезни, наш грех, наши обеспокоенные личности, наши заблокированные сердца, наши раненые духи, наши предательства, наши страхи. Нет больше такого Бога, как наш. Благослови наше собрание сегодня. Обратись могущественно через все ряды и далее по интернету к самой глубокой части наших сердец во имя Христа. Аминь. Откроем Библию в нескольких местах. Первая – притча 18 глава. У нас было прекрасное время по радио. Мы сказали в проповеди, что мы будем говорить о глубоком исцелении в связи с самоубийством Робина Уильямса. Его личность, его успехи, целый мир, его жизни, о которой я знаю немного, и никоим образом. Я не хочу говорить осуждающее, но только в любви. «В наших сердцах слезы о страдающих людях». Притчи 18-15. «Дух человека переносит его немощи». А пораженный дух, кто может подкрепить его? Прочтем еще раз. «Дух человека переносит его немощи». Давайте здесь остановимся. Человек – это душа, тело и дух. Когда мы идем в торговый центр, то сначала идет тело, затем душа, и затем ничего о духе. Когда вы идете на рынок, в театр, в кинотеатр, то это тело, оно первое, тело и страсти его, и душа, и ничего о духе. Но когда мы обращаемся к Библии, то это другой путь. Самый важный – дух, затем душа, и потом наше тело, и оно не очень важно. Это сосуд для нас, средство передвижения. Наше тело, мы живем в нем, мы обнаруживаем, как оно становится хуже, мы пытаемся сделать так, чтобы оно выглядело лучше, мы пользуемся одеколоном, различными штучками. Но тело для Бога должно быть накормлено, у Него должна быть пища и одежда. Телесные упражнения, по словам апостола Павла, малополезны, но благочестие полезно во всех отношениях. Это одна грань, которую я хотел бы, чтобы вы увидели. Самая главная часть человека – это дух человека. Давайте снова вместе прочтем стих книги Притчей, 18-15. «Дух человека переносит его немощи». Представьте, моя немощь. Это может быть болезнью тела. Это может быть проблемой в моем браке или с ребенком. Это может быть нечто, что мне необходимо сделать с собой. Мое смущение в отношении самого себя, но дух человека. Теперь откроем послание к Ефесянам, вторую главу. Я хочу прочесть о нашей основной проблеме в жизни. Ефесянам, вторая глава, первый стих. «Бог оживотворил вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Оживотворил, он сделал нас живыми, но мы были мертвы в наших грехах. То есть, наша жизнь была мертвой для Бога. Мы были живыми, неспасенными людьми, но во время жизни мы были мертвы, хотя и жили. Сделаем рисунок. Вот наша культура. Вот профиль нашей культуры. Немного обучения, и потом я перейду к нашей проповеди. Наша культура. Вот один человек, затем его друзья, и затем целая культура, в которой человек живет. Первое. Я мертв для Бога. Так как я мертв для Бога, я жив только в горизонтальной плоскости. Я жив в своей душе. Первый человек был сотворен душою живою. Когда Адам согрешил, он оказался под проклятием. Поэтому в его сердце происходили все эти бурления. В его сознании были мысли человека, находящегося под проклятием. Итак, у меня есть проблема на фундаментальном уровне моей жизни. Вот здесь. Это проблема номер один. Это у меня с самим собою. Я мертв для Бога, и я жив по горизонтали. Я жив для моего греха. Я жив для других людей. Я жив для идей. Библия описывает это рядом слов. Первое. Мудрость мира. Второе. Дух мира. И третье. Обычаи мира. Мы могли бы сказать, но каждый так делает, или мы все верим в это, или мы все верим в это, или это же дух времени, пап, мама, это же все делают, сегодня это так, вы старомодны. Такова идея коллективного менталитета, и это без Бога, и в нем находятся люди. Второе. В прошлое время вы ходили путем этого мира. Вы были в культуре этого мира без Бога. В вашей реальности не было Библии. В вашей действительности не было Слова от Бога. В действительности не было Святого Духа в вашей жизни. В действительности не было общения во Христе. Хотя, несомненно, у вас были моменты Божьего сознания. У нас бывают времена убеждения. Вы говорили так. Будет такой день, когда я возьму свою жизнь в руки. Будет такой день, когда я действительно вникну в это. Возможно, так и будет, но сейчас я занят. Это обычай мира. Стих второй. Вы видите это. По воле князя, господствующего в воздухе. Вот здесь человек с его людьми. Это номер два. Затем у нас есть группа побольше. Там есть князь, господствующий в воздухе. Когда я жил в Швеции, я встретился со шведским бизнесменом, который зарабатывал много денег, торгуясь с немцами во время Второй мировой войны. У него был бизнес с нацистами. Он продавал им пищевые контейнеры. Он был пожилым человеком. Я спросил его на дискуссии, почему вы вели бизнес с ними? Он ответил, я не знаю, это было в атмосфере. Я думаю, что есть много людей, которые делают различные вещи, потому что это витает в воздухе. Я не знаю о его жизни, о его истории, но я просто хочу использовать эту фразу. Это в воздухе. В воздухе есть сила. В воздухе есть менталитет. Есть и пути мышления в воздухе, которые становятся популярными. Есть фазы в истории с различными акцентами, стилем, идеями. В послании к Ефесянам 2, 2 говорится, что в мире, в котором вы жили до спасения и оживотворения, вы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Сыны противления – это лидеры общества. В Ветхом Завете в книге Иеремии – это уже пророки, священники, цари, а также учителя. В нашем обществе мы бы их назвали профессоры, судьи, религиозные лидеры, телеведущие программ «Доктор Фил», опера. Они – лидеры в нашей культуре. Это знаменитости в Голливуде, атлеты. Это люди, осуществляющие все для действия на сцене, которая происходит без Бога. Это путь, которым мы когда-то жили. Мы смотрим на жизнь человека, у которого было все в этом мире. И деньги, и талант, умение, репутация, семья, способности. Он был ярким во многих отношениях. Можно было бы спросить у мира, разве вы не могли помочь ему? Разве психолог, психиатр или медицина – самые лучшие лекарства, о которых мы знаем? Я думаю, что в наших сердцах есть такой вопрос, что у нас есть здесь, что есть в этом мире, каково послание, что мы можем сказать человеку, находящемуся глубоко внутри себя. И это знает только Бог. Я не знаю о нем. Я верю, что вы понимаете, но я хочу это использовать, чтобы показать вам кое-что. Откроем книгу Иеремии, 6 главу. Я рекомендую вам прочитать книгу Иеремии. Вы знаете, как это бывает, когда вы читаете Библию. Что мне прочесть? Какую часть Библии прочесть? Почему бы не пройти по книге Иеремии, и тогда вы сможете легко понять, прочесть всю книгу, прочесть об Иеремии, оплакивающем свой народ. Вот. Посмотрите на экран. Это Израиль во времена Иеремии. Где же проповедь? Они следовали за идолами. Они следовали за лжеучением. Они хотели этого. Они следовали за лужью. Они хотели этого. Они смеялись над такими людьми, как Иеремия. Они высмеивали его. У них сформировалось фиксированное отношение к ним. Почему? Потому что он говорил истину. Вы врачуете дочь моего народа легкомысленно. Иеремия, 6-я, 14-й. «Врачует раны народа моего легкомысленно». Это слово «легкомысленно» на иврите обозначает «легковесно», «легко», «быстро», «незначительно», «малоценно». Они врачевали израильцам поверхностно. Я думаю, что таким путем живем и мы, как страна. Это хорошее слово, но там нет глубины. Веселье, но оно непродолжительное. Кинофильм, затем еще один и еще один. Лекарство, еще одно средство, таблетка счастья, еще один стаканчик, еще одно взаимоотношение. Мужчина, у которого есть женщина, говорит, мне нужно что-то еще. Он идет и находит еще одну подружку, легкомысленное врачевание, незначительное, малозначимое, не такое исцеление, обещал нам Бог. Потому что нам трудно представить, что рядом нет мужчины Бога или женщины Бога, любящих этих людей и имеющих четкие и смелые слова. Я думаю, что эта трагедия заставляет наши сердца думать, как нам важно быть очень убежденными в том, что у нас есть что сказать, и научиться говорить это с любовью и значимостью. Вокруг нас есть люди, которым нужно больше, чем просто религиозный подход, больше, чем нечто поверхностное. Мой народ нуждается в более глубоком врачевании. В стихе 14-м говорится, «Говоря, мир, мир, а мира нет». Однажды я провел несколько часов с братом на миссионерском поле, понял его сложности и спросил, «А ты счастлив?» Он пришел ко мне на следующий день и сказал, «Мне нужно было услышать те слова, потому что я несчастлив». Я подумал, «Невероятно! Замечательное основание для начала! Это важно!» Мы не можем говорить, «Мир, мир, когда его там нет!» Мы не можем говорить, «Я наполнен и удовлетворен и пью из самых глубин колодца», если это не так. Совершенно определенно все мы здесь, потому что мы серьезны в нашей вере, и мы знаем, что у нашего Бога есть что сказать нам глубоко в наших сердцах. Лжепророки говорят, «Мир, мир, но его нет». Все хорошо, но это не так. Это мне напоминает забавную историю в Финляндии. Финны очень хорошо знают английский. Когда вы спрашиваете, «Как дела?» Для финна это важный вопрос. «Как ваши дела?» Они думают, что вы спрашиваете их, как у них обстоят дела. Таково прямое значение английских слов. Но в действительности мы, американцы, говорим, «Эй, как дела?» И идем дальше. Они стоят, готовы к глубокому разговору, «А вы уже ушли». Мы часто так приветствуем, когда мы поняли, что они это воспринимают как приглашение, глубокому разговору мы перестали это говорить. Как часто такое происходит в мире, в котором мы живем? «Мир, мир, хорошее время!» Это не хорошее время. Я очень одинок. Мне больно. Разве это не забавно? Нет, не забавно. Буду честным с вами. Разве мы не связаны вместе? Нет, не связаны. Каков же ответ на эти вопросы, находящиеся в глубине сердца человека? Откроем еще одно место. Стих 16. Так говорит Господь. Вот совет. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». Что такое древний путь? Авраам оставил дом и по вере последовал за Богом. Я уверен, что это не входило в расчеты, но он последовал. Бог поговорил с ним, и у него в сердце был покой, потому что он был в воле Бога. Шли годы, и у него не было сына. Бог сказал ему, что у него будет сын. Авраам нес эту надежду в своем сердце, и он был здравым, потому что дух человека будет переносить его несовершенство. «Но раненый дух, мертвый дух, циничный дух, негативный дух, насмешливый, презирающий жизнь Бога, людей вокруг меня. Кто может выдержать это?» Я не могу выдержать это. Я не могу выйти из этого. Как я могу выйти из этого? Вот ответ. Четвертая книга царств, 4 глава, 8 стих. В наших размышлениях сегодня я бы хотел, чтобы мы подумали, что в один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». Вот в чем нуждается каждый человек в Соединенных Штатах Америки, в Голливуде, каждый атлет, каждый тинейджер, каждый молодой человек. Каждый человек в нашей стране нуждается в служении. Им нужно служение. Им нужны новые мысли, мысли Святого Духа. Каждый в нашей стране от мала до велика нуждается в Божьем мужчине, в Божьей женщине в своих жизнях. Им нужно, чтобы их сосед был там. Они нуждаются в совете. Мы с зятем плавали в океане. У нас было несколько слов на прошлой неделе, и я знаю, что бывают времена, когда такие слова свежи. И я уверен, что вы также знаете это. Она сказала, стих 10, «Сделаем небольшую горницу над стеною, и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Давай это сделаем. Примем его. Приветим его. Примем его слово. Мне это нужно. Я не знаю, куда это приведет, но мне нужно слово. Мне нужен Святой Дух. Я даже не знаю этих слов, но когда я это слышу, и осознаю, что у меня есть нечто в моем сердце, мне интересно, будет ли это действительно врачеванием для меня, будет ли это глубоким врачеванием. Я вижу, что происходит нечто трагическое. Я вижу, что хорошие люди удовлетворены хорошей жизнью, и для меня это трагедия. Вы имеете в виду, что вы просто хороший человек, и у вас хорошая жизнь. Откуда вы знаете, что вы и весь ваш мир не станет миром видения, миссии, веры и исцеления? Что вы возложите на кого-то руки, и они исцелятся, или же вы скажете слово тинейджеру, и их жизнь не изменится. Не оставайтесь на том, что вы просто хорошие люди. Вам нужно больше, чем быть просто хорошим человеком, потому что хороший человек не устоит, не поддержит вас, но дух человека поддержит его. Для этого нужен Святой Дух. Стих 11. «В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему, позови эту санамитянку». И позвал ее, и она встала перед ним. И сказал ему, скажи ей, вот, ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем, с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. Он обратился к ней на душевном уровне. В чем ты нуждаешься? Хочешь, я замолвлю слово царю о тебе? У меня есть возможности связи. Но не в этом она нуждалась. Она была там не для этого. Она не сделала для него горницу ради связей. Она, не понимая этого, была частью более глубокой связи, потому что этот человек был пророком. В современном мире мы не называем мужчин и женщин Бога пророками и пророчицами. У нас есть пасторы и члены тела, у нас есть служители, у нас есть люди, которые молятся, они проводят свой день и рабочее время, служа служением жизни. Он сказал, позови ее, стих 14. И сказал, что же сделать ей? И сказал Ези, да вот, сына нет у нее, а муж ее стар. И он сказал, позови ее. Он позвал ее. И стала она в дверях, и сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы Твоей. Порой мы встречаем людей, которые не могут поверить в то, о чем мы говорим. Мы говорим, есть спокой, они не могут этому поверить. Есть жизнь, есть сила, есть радость, есть исцеление, они не могут поверить этому. Есть новая жизнь, есть прощение, есть восстановление. Они не могут поверить этому. Они могут быть даже циничными и насмехаться над нашей верой. Но Дух, Дух, наше место, где мы должны жить, в Святом Духе. Часть нас самих, когда Бог разговаривает с нами, говорит, не обманывай меня, не уводи меня в сторону. Ты это серьезно? Ты это серьезно? Ты имеешь в виду, что это реально? Ты это серьезно? И мы отвечаем, да, мы серьезно. Так и есть. Это написано. Проповедь Евангелия производит веру и духовным образом. Мы живем. Мы живем. Бог оживотворил нас и посадил в небесных местах, сделал нас живыми для Бога. И теперь вместо моих прежних друзей, я люблю их во Христе, но у меня нет того же самого Духа с ними. У меня есть новые друзья. Затем культура, она другая для меня. Я живу в другой системе ценностей, где я верю, что я делаю выбор. Я не верю обманам, пропагандируемым, популярной психологией и популярной религией, популярной политикой. Я не принимаю эти идеи, потому что я обнаружил, что Святой Дух обещал направлять меня в истине. Боюсь, что количество самоубийств с тех пор, как это произошло, увеличится. Боюсь, что будут распространенные идеи, что у него не было выбора, что он был жертвой больного мозга, и что у нас нет выборов, что мы не делаем выборы, но мы жертвы нашей физиологии и нашей химии. Я не верю этому. Бог сказал, «Избери сегодня». Я представил пред тобой жизнь и смерть. Избери жизнь. Второзаконие 30-15. Он сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся, и обремененные. Научитесь от меня. Я кроток и смирен, и вы найдете покой для вашей души. Мое иго благо, и мое время легко. Вы будете наслаждаться ароматом цветов, полетом птицы, сиянием звезды, течениями океана, улыбки ребенка, маленьким пухленьким ножком ребенка. Вы возьмете его маленькую ножку и прикоснетесь к щеке. Вы будете живы, потому что я, Бог, сотворивший вселенную, «Да будет у вас страх, Господень!» Иеремия, 5 глава, 22 стих. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь? Меня не боитесь в почтении? Предо мной ли не трепещете? Я положил песок к границею моря, вечным пределам, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. Разве вы не знаете, что я это сделал? И вы не боитесь меня и не почитаете меня? Мы в такой культуре, что когда мы боимся Бога, то нас высмеивают. Мы в таком месте, где князь, господствующий в воздухе, занят подготовкой своего пути для потерянных людей, находящихся в страдании. Есть люди, которые провозглашают мир, мир, и все аплодируют, «Хорошо, хорошо, у этого обеспокоенного человека был друг 35 лет, и он сказал интересное замечание о Робине Уильямсе. Когда вы были с ним наедине, он выглядел как незнакомец, как человек в лифте, которого вы не знаете, просто два человека в лифте. Но когда вы бывали с ним, и там был еще один человек, то он выглядел оживленным, он развлекал вас, он смешил вас, были громоподобные раскаты смеха и счастья, но в одиночестве боль и страдания». Почему мы говорим об этом? Я думаю, что это должно быть высказано. Для нас есть причина быть в Духе. У нас есть причина пройти за пределы нагромождения, посмотреть на людей и обнаружить, что они в большой нужде. Мы живем в то время, когда наш голос – единственный здравый голос. Мы провозглашаем не себя, но Христа. У нас есть весть Святого Духа. У нас есть воскресший Христос, любящий людей. У нас есть Христос, прощающий грех и забирающий страх. Любовь изгоняет страх. У нас есть весть тела Христова. И хотя мы несовершенны, но у нас в сердцах неугасимая любовь к братьям, новое общество, новое сообщество, новая цель и новый удел, данный нам Христом. Женщина сказала человеку Божьему, «Не обманывай меня, не сбивай меня с толку». И он говорит в своем сердце, «Это произойдет. Подготовься, прими ванну и приготовься. Покрась заново маленькую комнату в голубой, розовый цвет, какой хочешь, приготовь все. Ребенок родится». Мне нравится такое в нашей жизни. Нам не нужно беспокоиться, правда ли то, что мы говорим, или нет, это правда. Нам не нужно беспокоиться о результатах. Это дело Бога. Нам не нужно беспокоиться, как у нас дела, как мы справляемся. Бог делает работу. Он сказал, «Открой уста Твои, и я наполню их». Псалом 80-й, 11-й стих. «Молитесь за меня, чтобы я говорил тайны Христа, как я должен», сказал Павел Ефесянам. И вот эта история. Ребенок родился, вырос. Когда он вырос и был в поле, он схватился за голову и сказал, «Голова моя, голова болит». Отец сказал, «Отнесите его к матери». Его принесли к матери, и он умер у нее на коленях. «Голова, голова моя болит», и он умер. Она положила его в комнате Елисея, которую она приготовила для него. Великое место, чтобы возложить вашу скорбь. Великое место, чтобы положить вашу боль. Великое место, чтобы положить вашу проблему. Вы делали место для него, и вы не знали, куда это приведет или что произойдет, но это приведет к тому, что будет происходить нечто глубокое в вашей жизни и в вашем сердце. Он не знал, что это будет означать позже. Но вот теперь это означает все, что есть такая комната в моем доме. Теперь она нужна мне. Есть замечательная история об Эвере Купере, главном генерале Рональда Рейгана. Его сын обучался медицине в Дортмунде. У сына было увлечение сбираться на горные вершины White Mountains по уикендам. Он сорвался со скалы и оказался на выступе скалы, умирая в одиночестве. На поиски вылетели вертолеты, нашли тело. Понадобились долгие часы, чтобы снять тело. Его отец в Принстоне, Нью-Джерси, собрал вместе семью в слезах. Эта история написана в книге, когда передвигаются горы. В воскресенье днем они взялись за руки, и отец сказал, «Иисус, сейчас моя семья нуждается в твоем покое». И он написал, «Покой» ворвался в комнату. Они плакали, но глубоко внутри у них был покой. Это удивительно. Когда у вас в жизни есть Елисей, неважно, что это означает, вы понимаете, о чем я говорю. В нашей жизни есть Христос и люди Христа. У нас есть Христос в нашей жизни, и книга Христа. У нас есть Христос в нашей жизни, и Святой Дух Христа. У нас в нашей жизни есть Христос. Мы сделали место для него в нашей жизни. Это означает, что он никогда не оставит нас, никогда не покинет нас. Он использует нас, чтобы сказать миру то, что не скажет ни мир, ни Голливуд. Мы молимся, чтобы люди в Голливуде сказали этим людям то, что необходимо услышать. И я уверен, что многие делают так, и мы благодарны, молимся за это. Это в каждой сфере. Пастер Лав делает это среди баскетболистов в Нью-Йорке. И мы слышим и видим свидетельства в различных местах. Мы любим слышать это. Вот последняя часть этой истории. Женщина оставила мальчика там и пошла к Елисею. Ее спрашивали по дороге, все ли хорошо? Она отвечала, все хорошо. Она шла к Елисею. Все ли в порядке? Я не могу говорить сейчас по пустякам. Большое спасибо, я занята. Я в миссии, у меня есть цель, мне нужно встретиться с Елисеем. Человеком, который сказал мне, что у меня будет сын, и он родился. Я когда-то сказала ему, не обманывай меня. И вот к этому человеку я иду. К тому, кто скажет мне истину, тот, кто мне нужен, тот, у кого есть слова от Святого Духа. Вот где происходит глубокое врачевание в наших жизнях. Если вы не переживали этого, это произойдет. Он обещал это. Если вы противитесь этому, вы там и уходите оттуда. Это ничего. Такое происходит со всеми нами. Но я твердо решил быть нацеленным на самое важное, на главное. И, между прочим, главное – это не вы и не я. Но главное находится в нас. Главное – это Он. Главное – то, что Он делает. Что Он говорит. Что Он желает. Он позаботится обо мне. Моя жизнь не обо мне. Но в том, что говорит Святой Дух. Что говорит Бог. Что Бог делает. Что делают Божьи люди. Что думает Бог. Каков Его замысел. Да будем мы всегда с Ним. Бог будет постоянно заботиться о нас. Она пришла к Евисею, бросилась к Его ногам. Когда она пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги Его и подошел к Гиезий, чтобы отвезти ее. Всегда будет некто, кто попытается отвезти вас от глубокой работы. Отстранить вас. Это не имеет значения. Отстранить вас. Пойдем на вечеринку. Отстранить вас. Пойдем что-нибудь сделаем. Позабавимся. Отстранить вас. Но она решительно ухватилась за Его ноги и говорила, «О, Божий человек!» И Божий человек сказал, «Оставь ее. Душа у нее горчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне». Он не видел этого. Я не видел твоей боли. Я не видел, что происходит. Я не видел твоего одиночества. Я не видел, через что ты проходишь. Бог скрыл это от меня. Мне это нравится, как пастору. И я знаю, что это истина. Вы просыпаетесь утром, и кто-то находится в ваших мыслях и в вашем сердце. Вы видите их. Возможно, они очень далеко. Вы не видите их глазами, но в вашем сердце вы видите их. Это происходит так часто. Он сказал, «Бог скрыл это от меня. Я не видел этого. Я не знаю, что это такое. Оставь ее. Хочу, чтобы она была здесь и услышать ее». Стих 28. «И сказала она, просила ли я сына у Господина моего, не говорил ли я, не обманывай меня». Вот что говорит мир. В религии много обмана. Мы слышим от людей в Балтиморе, «Я не пойду в церковь, потому что это фальшиво. Мне это не нравится. Это пусто. Мне это не нравится, потому что...» И перечисляются причины. Одна, другая, третья. Мы все это понимаем, потому что мы были частью этого в определенной степени. Я был, и я понимаю это. Я не следую за церковью или за людьми церкви. Я следую за Христом и Святым Духом. Я следую за Христом и Святым Духом с людьми, которые следуют за Христом и работают Святого Духа. Я с людьми, которые желают знать истину, с людьми, которые желают быть в повиновении Богу и знать Его, быть глубоко исцеляемы Богом. Я не хочу ходить в церковь, где все искусственно и пусто. И, между прочим, есть много драгоценных, прекрасных людей. Это глубокие, искренние, замечательные люди. Я знаю это, но я также не могу не сказать, что есть люди, которые скажут, «Прошу, не обманывай меня». И Елисей говорит, «Что? Что?» Он посылает Гиезию. Гиезия идет, но он пустой человек, пустой слуга. Он человек, не имеющий силы. Он пришел и сказал, «Ничего не произошло, я положил посох на него». Елисей идет сам. Здесь есть нечто, относящееся к вашей духовной жизни. Это длинная проповедь, я знаю, но следуйте со мной. Есть нечто, относящееся к вашей духовной жизни, и это ничем нельзя заменить. Есть нечто в вашей молитве, что не может быть скопировано. Есть нечто в ваших словах, свежее, уникальное, и это звенит в сердцах людей. Есть нечто в вашем служении, что могущественно наполняется Богом. Ваши слова, ваша любовь, ваше молчание, ваши молитвы. Что было бы, если бы вы пошли в дом соседа, и там кто-то был болен, и вы бы сказали, «Я слышал, что здесь есть больной человек, я хочу, чтобы вы знали, я молюсь за вас». И все. Я даже не хочу входить в дом, но я просто выразил любовь. Затем вы идете домой и молитесь за них, и на этом все. Есть много возможностей выразить любовь. У нас это не по расписанию. У нас есть реальность. Есть много выражений любви. Мы просто любим. Мы не видим результатов, но мы призваны быть здесь, чтобы произвести глубокое исцеление в жизнях людей. Елисей пошел, помолился, лег над ребенком, встал, походил, снова помолился, возвратился. Вы можете прочесть историю. Ребенок согрелся и ожил. Кто мог бы сделать такое? Бог. Кого Бог использует? Вас и меня. Многим в этом мире это неинтересно, как на нашем рисунке. Они там, Бог знает, но некоторые, как вы и я, ожидают. Они говорят, «Не обманывай меня». И потом она сказала снова, «Не говорила ли я? Не обманывай меня». Вы можете сказать так, «Верь мне, я не лгу. Верь мне, я хотел бы, чтобы все были, как я. Деяние 26 и 29, царь Агриппа. Я хотел бы, чтобы ты и все, кто слышал меня, были бы, как я, за исключением цепей. Я никому не желаю цепей. Но я хотел бы, чтобы ты был, как я. Ты говоришь, что я сошел с ума, потому что я изучал много. Иногда, когда вы слушаете нас, звучит, что мы немного ненормальные, но я хотел бы лучше быть таким ненормальным, потому что такое безумие Бог определирует для нас, чтобы предстать перед безумием мира. этот мир безумствует. Поэтому здесь божественная причина, конечная цель и объяснение. Общение с живым Богом, с тем, кто говорит, «Приди, я люблю тебя». Разве это не изумительно, что Бог говорит каждому, «Я люблю тебя». Он сделал самое лучшее. Он висел на кресте с прибитыми руками и сказал, «Прости их». По сути, Он сказал, «Я люблю тебя». Я отдал Моего Сына. Он сделал все, что мог, кроме подавления вашей свободной воли. Он висел там между небом и землею и говорил, «Придите, и тогда Дух будет вашей опорой и ваших несовершенствах. Мои посещения будут ответом для твоего пустого сердца, и ты узнаешь, что я Бог и что я люблю тебя». Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Отец, благодарим тебя и молимся за членов семьи этого человека. Мы молимся за других людей в нашем народе. Мы молимся за посланников. Мы молимся за служение. Мы молимся за наше желание, нашу любовь, наше ощущение того, что у нас есть, и радость этого. Мы молимся за наше сообщество в Балтиморе. Мы молимся, Отец, чтобы люди были просвещены Твоим Словом. Твое Слово совершенно, и оно обращает души. Пусть будет свидетельство радости сердца. Твои уставы, Господи, просвещают глаза. Твои уставы, они просвещают нас. Если вы сегодня здесь, и у вас нет Христа, сегодня ваш вечер. Если вы слышите по интернету, и у вас нет Христа, сегодня ваш вечер. Где бы вы ни находились, слыша этот голос, сегодня ваш вечер. Скажите в вашем сердце, «Я доверяюсь тебе, воскресший Христос. Я верю в тебя, Иисус. Покажи мне, что это значит. Забери мой грех и дай мне дар в вечной жизни». И поднимите вашу руку здесь. Есть ли кто? Поднимите вашу руку, и помощники дадут вам буклет. Скажите, «Да, я желаю Иисуса». Я желаю Иисуса. В старших классах. Бог, тинейджеры, Господи, проповедь любви, служение в дневной школе, служение в воскресной школе. Служение в графстве Харфорд на библейских занятиях и во всех церквах. Служение, Господи. Соверши глубокое врачевание, освободи алкоголиков, наркоманов, людей в депрессии, людей с умственными расстройствами. Соверши исцеление и любовь в сердцах и умах людей. Во имя Христа мы молимся. Аминь. 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 Аминь.